Я приветствую вас, дорогая Церковь! По 18 стихи. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. Не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дала дождь, и земля произрастила плод свой». Мы знаем то, что послание Якова пропитано разными, можно сказать, рецептами от искушений, как бороться с искушениями. И в конце этого послания Он, Яков, как доктор, дает рецепт, как бороться с искушениями. И самое главное, Он здесь подчеркивает молитва, молитва, молитва. Я хотел то, чтобы мы посмотрели здесь. Он указывает на причины молитвы, как мы можем приходить к Богу, а также и условия для молитвы, чтобы она была эффективная, сильная. Вы знаете, в одном городе посреди Америки были две церкви и один завод, который производил спиртные напитки. И церкви как-то боролись с этим, но это нехорошо, что в нашем городе такой есть завод. И они все, что не делали, пытались закрыть этот завод, чтобы он закрылся, и его бизнес ушел. И они даже, уже не зная, что сделать, решили, давайте соберемся вместе и будем молиться. И назначили один вечер, в котором усиленно молились. В тот же вечер был очень сильный шторм с молнией. И к удивлению церкви, по их молитве, Бог послал молнию, и этот завод сгорел. Они так удивились, на следующий день, вы знаете, какая проповедь была, о силе молитвы в боевых церквах. Но интересно то, что владелец завода был открытый атеист. И он, когда подавал в страховочную компанию, что получить назад деньги за то, что случилось, они сказали, мы не можем тебе дать, потому что это стихийные бедствия, это в той категории относится. И мы не можем тебе дать. Тогда он пошел и в суд подал на эти две церкви. И он говорил то, что они сговорились, атеист говорит, они сговорились с Богом, чтобы убрать мой бизнес. Представьте, такое в суде. И очень интересно получилось. Конечно, церква заняла очень интересную позицию. Они начали отрицать это. И когда перестали перед судьею, атеист и эти две церкви, перед судьей и судья, очень интересно подметил. «Очень парадоксально, что передо мной стоит атеист, который верит в силу молитвы, и те, которые должны бы верить в силу молитвы, отрицают ее». Вот интересно, когда мы подходим к молитве и к ее силе, очень часто мы не верим или не видим эту силу в наших молитвах. И здесь очень интересно, Иаков подмечает, он говорит, для чего мы можем приходить к Богу с молитвою, и также условия молитвы, чтобы она была эффективна. Первое, мы бегло просмотрим этот, потому что недостаток времени, посмотрим эти части. Первая причина, мы можем приходить для того, чтобы получить избавление от зла. Он здесь говорит, злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Молитесь то, что Бог вас сохранил от зла. Иисус говорил, сохрани их от зла. О учениках своих, о последователях своих. И он также говорил, благословляйте врагов ваших. Вы знаете, что действительно вы простили вашим врагам, когда вы можете в молитве Богу просить то, чтобы он благословил их. Я недавно был этому свидетелем, как один из моих родственников, который переживает очень сложные ситуации. Он со слезами просил, Господь, благослови их. Это так сложно поставить себя на эту ситуацию. Но ты знаешь, что ты действительно можешь простить человеку, простить тем, которые тебе зло творят, когда ты можешь просить Бога, чтобы он благословил их. Если с вами несправедливо относятся, молитесь об этих людях. Вы помните, когда вопль Израиля дошел до Бога, и Бог пришел и избавил народ израильский, и наказал Египет за то, что они не разрешали выйти Израилю из рабства, от ига этого. Молитесь, обращайтесь к Богу. Это первое, с чем мы можем приходить? Господь избавь нас от зла. Второе, Он говорит, весел ли кто? Приходите, прославляйте. Как можно еще обращаться к Богу? Прославляйте Его. Знаете, очень часто приходим, вначале у нас пение, но пение вначале у нас не для того, чтобы те, которые отпаздывают, чтобы они пришли вовремя. Или не просто то, чтобы заполнить время в служении. Мы пришли служить Богу, мы пришли воздать Ему хвалу. И даже желательно то, чтобы наши песни, которые мы поем, напрямую были обращены к Богу. Прославлять Бога можно. И третье, здесь Он говорит об исцелении от болезни. Мы можем обращаться к Богу для того, чтобы исцелиться от физической болезни. Мы знаем то, что это не просто, здесь в этом тексте написано, пригласите служителей, но мы можем обращаться к Богу. У нас есть болезни. И здесь очень интересно, Он говорит то, что придут, помажут Елеем и помолятся. Здесь нужно, разные мнения есть о том, что помажут Елеем. Скорее всего, вероятнее всего, это не было что-то мистическое, но для того, чтобы, как лечебное. Вы помните, в Луке 10 главе, когда Самарянин помазал раны путнику Елеем, да? Это было что-то лечебное. То есть, вывод какой? Есть молитва, есть лечение, и то, и то нужно. Но важно, очень важно отметить, то, что не лечение, а молитва исцеляет. Мы видим в 15 стихе, то, что, если прочитаем, и молитва веры исцелит болящего. Вот причина. Причина – отвеченная молитва. Это очень важно. То, что мы отметили для себя, мы можем приходить к Богу для того, чтобы просить, избавь меня от зла, Господь. Может, кто-то здесь действительно испытывает сложности в своей жизни. Простите Бога, обращайтесь, Он наш Небесный Отец. Когда у моего сына какая-то сложность, сложные вещи, знаете, в детстве, от того, чтобы не можешь конструктора сложить вместе, но действительно упал, поранился. И я, как его отец, хочу помочь ему. Он бежит ко мне, и я с радостью ему помогаю. Да будем детьми нашего Небесного Отца. Если кто-то нам причиняет зло, приходите, просите, Господь, помоги, избавь меня, благословите их, откроем глаза, чтобы они увидели, какое зло они творят. Благословляйте, выберите псалом из Библии и прочитайте его вслух, прославить Бога. И также, если больны, молитесь верою, и Бог исцелит вас. Интересно, что Он здесь также, в этом рецепте, как избавляться, или, можно сказать, от искушения, или будучи в искушениях, как их пройти, Он говорит об условиях молитвы. И здесь три вещи в условиях молитвы. Первое – это вера, мир между друг другом и праведность. Вера, мир между друг другом и праведность. «И молитва веры исцелит болящего». Знаете, скептическая молитва просто так, она не имеет силы. Мы очень часто можем помолиться просто потому, что нужно, привыкли, или даже может суеверие, многие молятся, просят Бога, чтобы Он помог в чем-то. Но когда человек верит, зная, что Господь слышит, в этом заключается и сила молитвы, и в этом первое условие. Яков даже в начале свое послание говорил, 1 глава, 6 по 8 стих, смотрите. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Знаете, вот когда мой сын зовет меня, папа, приди, папа, посмотри, он уверен, он с уверенностью зовет меня, потому что он знает, я приду к нему, я посмотрю. Ему не нужно долго звать. Иногда, если далеко, может он громче звать, но он уверен, что я приду, я посмотрю, я помогу. Вот в этом и условие молитвы эффективной, то, что мы должны быть уверены, с уверенностью приходить к Богу. Есть эта начальная точка эффективной молитвы, сильной молитвы, и эта точка начинается с веры, молитва начинается с уверенности. Мы знаем, евреям 11 глава, здесь написано, автор, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть вера крепкая, сильная на Бога должна быть, когда мы приходим к Богу в молитве. Это первое условие. Второе, у нас должен быть мир друг с другом. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Когда в последний раз вы задумывались, а кого я недавно, может, обидел? И, возможно, сейчас даже Дух Святой говорит вам, напоминает чье-то имя или человека, пусть это верующий или неверующий, тем более, если это Дитя Божие, то нужно искать примирение. Мы знаем то, что Иисус, когда говорил на земле о том, когда мы приходим к Богу, мы должны примириться. Матфея 5 глава, 23 стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То есть, это примирение важно Богу перед тем, как мы обращаемся к Нему. Я представляю, в будущем, когда мои дети подрастут, и они поссорятся. Вот что-то случится. И потом время проходит, короткое время, и потом одни из них, не примирившись, просят, «Папа, можешь мне купить вот это или другое?» Я, с точки зрения Отца, мое самое искреннее желание, чтобы они жили в мире. Конечно, я хочу ему подарить еще один подарок, другой подарок, и, скорее всего, после собрания он меня и попросит об этом. Но, когда они живут в примирении, это так приятно им, и мне. Бог хочет, чтобы мы перед Ним ходили примиренные, не только с Ним, но и друг с другом. Это очень важно Богу. Если сейчас Дух Святой вам говорит, не отдавайте этому покою, говорите Богу, Господь, напомни, если я кого-то обидел, и сразу просите прощения. Если это терзает вашу душу, не дает покоя, не может ваша молитва быть сильной или эффективной. А также, если человек подходит к вам и просит прощения, простите и налаживайте отношения с этим человеком, очень дружеские. Это очень важно Богу. Однажды подошел человек Джон Уэсли, Джонатан Уэсли, и сказал, знаешь, я никому не прощаю. И тогда Джонатан Уэсли подумал, сказал, знаете, я очень надеюсь, что вы никогда не грешите. То есть, не прощать только тогда можно, когда ты не грешишь. А если согрешил, то нужно простить, чтобы самому быть прощен, чтобы ты получил прощение. Итак, первые два условия – это то, чтобы мы имели твердую веру, когда приходим к Богу, и то, чтобы мы имели мир между друг другом. И тогда есть сильная, уверенная молитва перед Богом. Последнее, которое чуть больше хотел бы поразмыслить – праведность. Много может усиленная молитва праведного. И даже можно эту проповедь озаглавить так, но может, много может усиленная молитва праведного. Здесь нужно отметить то, что не просто позиция праведности или титул праведности, но и действия праведные. Чтобы молитва была услышана, нужно то, чтобы мы действия проявляли праведные. Несколько стихов прочитаю с 1 Петра, 3 глава, 11 и 12 стих. Петр здесь пишет «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господня против делающих зло». И даже здесь в скобках в Библии нашей написано «чтобы истребить их с земли». Притча 15 глава, 29 стих, тоже говорит. Притча 15 глава, 29 стих. «Далек Господь от нечестивых о молитву праведников слышит». Это очень важно то, чтобы мы предстояли перед Богом оправданной, примирившись с Ним самим. И нужно подметить здесь, когда Иаков говорит то, что много может усиленная молитва. Это слово означает усилие прилаживать, чтобы это стоило нам какой-то энергии. Это не просто обратиться легко. Ну, вот у человека есть какая-то просьба, давайте, братья и сестры, помолимся. Это пережить то, что человек переживает. Поставить себя на место этого человека, если за кого-то молимся. И обычно эта молитва усилена, она искренная. Человек взывает, как будто завтрашний день уже не придет. Это последний день, когда он может получить ответ от Бога. И очень часто вот эту разницу в усиленной молитве или не в усиленной можно видеть, когда, например, в семье какое-то горе. И когда родители молятся об этом горе в этой семье, это одна молитва. А когда родственники молятся об этом, уже другая молитва. Когда еще знакомые молятся, это уже третья молитва. Вот усиленная молитва можно увидеть, когда сами родители молятся, если что-то происходит в семье. И, наконец, нужно отметить то, что не праведность человека получает этот ответ. Не в праведности, а в отвеченной молитве. То есть Бог отвечает на молитву. Праведность – это условие, которое дает доступ к всемогущему небесному Отцу. Поэтому много может усиленная молитва праведника. Здесь нам в конце дается пример Илья. Илья, здесь интересно, говорится, Яков говорит, много может усиленная молитва праведника. И потом приводит сразу пример Илью. Но когда он говорит здесь, он говорит, смотрите, он был как мы. То есть он был не безгрешен. Он был как мы. Он был и праведник, но и он тоже имел разные сомнения. Помните в его жизни. Яков здесь напоминает то, что есть обои стороны. И этот человек, он напоминал, он говорит народу израильскому, вы неправильно живете перед Богом. Вы должны покаяться. И он с уверенностью помолился Богу, и Бог остановил дождь на три с половиной года. И потом с уверенностью помолился Богу, и опять Бог послал дождь на землю. То есть здесь очень интересно, потому что человек, который перед Богом, Богом поставленный как пророк, он праведник, но он как мы. И он просит, и Бог слышит. Есть много других примеров. И в Библии, которых я хотел, чтобы мы приняли поближе или более глубоко осознали. Например, Авраам. Помните, как долго он праведник, как долго он просил о том, что у него был сын. И как долго он ждал этого сына. 25 лет. Я знаю, меня ждали 8 лет. Я знаю другую семью, когда ждали 5 лет детей. Другую еще 2 года я знаю семью. Мы не знаем, почему Бог так делает. Но мы знаем, что Бог услышал молитву, и Бог послал детей. Если вы занимаетесь каким-то служением, и какие-то препятствия есть. Наоборот, вместо того, чтобы просто сложить руки, поднимайте руки к Богу и молитесь. Говорите, Господь, помоги мне совершать это служение. Помните, как Диемия? У него столько много препятствий были. Но он обращался к Богу. Праведник обращался к Богу и молил Бога. Господь, пошли избавления. И так он имел успех, построил всю стену. Если вы физически больны, молитесь об исцелении. Ведь наш Небесный Отец, Он знает каждую клетку. Он создал наши тела. Он создал весь этот мир. Но не удивляйтесь, если Бог вам ответит, точно так, как Он ответил Павлу. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Если у вас дети, которые еще не отдали себя Богу, свою жизнь не отдали Богу, не посвятили ее Иисусу, молитесь об этом. Я знаю семью, в которой родители долго, много молились. И этот парень столько много пережил. И наркотик, и алкоголь, и аморальную жизнь вел. После долгих лет молитвы такая радость пришла в семью. То, что он обратился к Богу. Он покаялся, и теперь у него и семья есть, и дети есть. Он живет и любит Иисуса. Это время настанет. Нужно быть уверенным. Нужно иметь мир между друг другом. И нужно быть праведным перед Богом. Дорогие друзья, я могу вас назвать праведниками. Праведники молятся о ком? О служителях, о проповедниках, о городе, о детях, о старт, о более пожилом возрасте людей. У нас есть столько много, о чем молиться, просить у Бога. И он эти молитвы слышит. Он знает, и в свое время по мудрости своей и признанию своем он может ответить. Сейчас мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы осознали, что есть здесь, на этом месте, праведники, которые могут обращаться к Богу. Но здесь есть и неправедники, которые еще не примирились с Богом. И это очень важная молитва Богу также. Потому что каждый человек по линию Адама, который появляется на этот свет, он грешен. И он должен иметь какое-то примирение с Богом. Как-то заплатить за свои грехи. Мы, как Создание Божие, отвечаем перед нашим Творцом за то, что мы делаем, за наши желания, за наши действия, за наши мысли. Мы отвечаем перед Ним. И если согрешивший, нам нужен Искупитель. Мы сами даже не можем заплатить эту цену. И есть Искупитель, который пришел не по линии Адама, но пришел сюда по силу Духа Святого, который ни один раз не пожелал греха, жил праведной жизнью. И на суде перед Отцом, когда Бог Отец есть Судья, и мы предстанем перед Ним, Он уже нас оплатил за наши грехи. Он уже нам простил наши грехи. Представьте себе, если вы предстанете перед Богом на суде, И Иисус, если вы обращаетесь, посвящаетесь в свою жизнь Ему, Он уже ходатайствует за вас и говорит Отцу, «Отец, прости Ему, я заплатил за этого человека, за все его грехи, предыдущие, настоящие, будущие». И не просто это, заметьте, это такая важная истина. Отец, так как Он теперь или Она теперь праведная, Он теперь праведный, давай усыновим Его. Давайте сделаем то, чтобы Он был частью нашей семьи. Представляете, что мы, грешные, оправдываемся верою в Иисуса Христа и становимся частью семьи судьи. Это очень удивительно. Мы частью семьи судьи становимся. В будущем в таком состоянии мы можем избежать, мы можем оправдаться только верою в Иисуса Христа. Оно должно быть бесплатно, потому что если было не бесплатно и что-то от нас требовалось, то мы бы возгордились и опять грешны бы стали. Итак, если здесь есть человек, если люди есть, которые не примирились с Богом, не починили свой план жизни под план Иисуса Христа, пожалуйста, сделайте это. Это самый главный вопрос в вашей жизни. Это нужно сделать как можно быстрее. Мы сейчас будем молиться. Давайте будем молиться уверенно. Если нужно примириться, давайте примиримся. Если вы не уверены в праведности своей перед Богом, покайтесь, попросите прощения у Бога, примите жертву Иисуса Христа, то, что была ваша молитва полна силы, эффективности, и вы видели результат вашей молитвы и духовно, и физически в нашем мире, если вы просите о чем-то. Пожалуйста, особенно просите о детях, о молодежи. Очень много законов выходит сейчас, который будет влиять и на наше поколение, и на следующее поколение. Законы, которые будут больше и больше развращать наше общество, которые незаметно развращают уже. Молитесь о том, что была мудрость у родителей, то, что с самого раннего возраста дети обращались к Богу и жили с авторитетом Писания в их разуме. Это предельно важно. Я попросил, чтобы каждый из вас молился об этом. Давайте склоним наши колени, помолимся, обратимся к нашему Небесному Отцу с уверенностью, той праведностью, которая только может быть от веры в Иисуса Христа, примирившись друг с другом. Аминь. Помолимся. Аминь. 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 Аминь.